Привет! Ранее мы разбирали плагин TPA One для гитары, ссылка на это видео будет в правом верхнем углу. Сегодня подробно все органы управления разбирать мы не будем, а поговорим лишь о том, каким образом его можно использовать с звуком синтезаторов, для того, чтобы сделать синтезаторы более, ну, наверное, сказать живыми будет странное слово, да, а скорее более жирными, то есть уплотнить их звучание совершенно бесплатно, безо всяких там Сатурнов, да, и прочего. И, в общем-то, приступим. Да, сегодня будем еще смотреть на другой плагин от компании Ignite Amps, да, если интересно, можете написать в комментариях, разберем подробно его, потому что крайне интересная башка для баса, вот, и ее нужно уметь правильно готовить, чтобы она звучала, в общем, если что, в комментариях пишите. А мы, собственно, начнем. Итак, есть у меня вот такой трек, давайте его послушаем. Соответственно, какие есть проблемы? Ну, в первую очередь, у нас есть проблема с басом. Бас звучит недостаточно интересно, то есть, иными словами, он довольно-таки блеклый в треке. Можно, конечно, сделать его громче, но на самом деле это особо не поможет, то есть у баса просто не очень интересный тембр. Звучит он соло вот так. Я особо его ничего с ним не делал, единственное, только немного прибрал у него гудящую частоту. В остальном начнем. Итак, еще раз говорю, органы управления мы сейчас разбирать не будем. Включаем наш усилитель и сразу слушаем разницу. Звук становится громче, звук становится плотнее. Переходим на заднюю панель, включаем 8x oversampling, ничего страшного здесь нет. И мне довольно-таки сильно нравится именно при использовании данного плагина с синтезаторами крутить непосредственно ручку BIOS. То есть, она дает тот самый нужный ужирняющий эффект. Соответственно, совмещая ручку BIOS и фидбэк, можно добиваться довольно-таки интересных результатов. Причем, какие-то сильные изменения делать не стоит, потому что, ну, можно совсем обострать звук. Поэтому, в первом делом, как и в предыдущем видео, сейчас настроим уровень входящего и исходящего сигнала. Добавим немного жиру при помощи ручки Volume и далее откорректируем BIOS и фидбэк. Поехали! Окей, переходим к ручке Volume, наваливаем немного звука. Корректируем исходящую громкость. Да, я понимаю, что бас, в конце концов, будет громче. Но он, в первую очередь, будет громче не потому, что мы навалили ему громкости, а за счет того, что звук просто стал плотнее. И, соответственно, дальше добавляем BIOS и убавляем фидбэк. Фидбэк, в нашем случае, будет засирать звучание. И можно добавить резонанса, что скрасит тон. Скорректируем немного громкости. Окей, послушаем, как это теперь звучит в миксе все вместе. Окей, по аналогии с этим попробуем добавить какой-то жизни другим нашим инструментам. И я, в первую очередь, предлагаю попробовать его на ударных. Сразу скажу, что на ударных он мне не очень понравился. Он мне больше понравился на топ-лупах. То есть, когда у нас нет снейра и кика, но есть высокочастотная перкуссия, либо какая вообще перкуссия. Вот с ней он творит классные чудеса. Но, так или иначе, попробуем использовать его и для наших ударных. То есть, попробуем просто их уплотнить. Для того, чтобы нам уплотнить, по сути, все, что нам нужно сделать, наверное, это поставить лампочки KT88 для такой более сильной сатурации и сделать меньше параметр сейджинг. Попробуем уменьшить фидбэк. Ну, в нашем случае сейчас плагин сработал прям великолепно, потому что у звука появился такой теплый низ, да, и достаточно сильно начала пинаться бочка. Честно говоря, что именно со звуком произошло в физическом плане, я не совсем понимаю. То есть, ну, так или иначе, получилось то, что получилось. То есть, пробовать его стоит в том числе и на ударных. Обращайте внимание на... Сейчас я включу на уровень громкости. Не так уж сильно он становится громче. А вот ощущение пинания наших ударных, оно стало сильно лучше. Окей. Теперь давайте попробуем добавить также немного жизни вот этому синтезатору. В целом, он звучит неплохо, но, соответственно, можно сделать что-то и с ним. В первую очередь, что я хочу сделать, это добавить ему просто какой-то краски, какой-то яркости. Для этого я буду использовать резонанс, сделаю его посильнее и добавлю здесь presence. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попробуем сейчас послушать все вместе. То есть, будем отключать все наши добавленные усилители, которые мы с вами, соответственно, добавляли. Почему-то на баслайне я его отключил. И, соответственно, потом будем их включать. Короче, включать и отключать. Слушаем с ними и потом, соответственно, без них. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, это крайне мягкая сатурация, которая способна добавить жизни звуку, без каких-либо, скажем так, сильных искажений, когда мы уже при помощи искажений влезаем в непосредственно тембр инструментов. То есть здесь без воздействия именно на тембр инструментов мы получаем достаточно сильную сатурацию, при этом весьма музыкальную. Странно, что вообще сам по себе плагин позиционируется именно как гитарный плагин, потому что он очень и очень здорово звучит вообще в принципе с любыми инструментами. Учитывая, что эти инструменты бесплатные, я на самом деле не знаю, есть ли вот подобный какой-то бесплатный аналог еще на рынке. И я также могу сказать, что мне намного больше нравится его работа, чем работа того же самого Сатурна, который там без малого стоит 100 с лишним долларов. Ну, или около того. И при этом, да, он имеет достаточно гибкие настройки. На самом деле, если посмотрите предыдущее видео, то поймете, что он плагин и правда гибок. И в конце я обещал, в начале точнее, я обещал еще один плагин. Так вот, для басовых линий после или перед ТПА выбирать вам. Мне нравится использовать его и так, и так. Так, короче, это SHB-1, то есть это гитарная басовая голова, да, для бас-гитары, короче. Вот, крайне здорово она звучит. И, честно говоря, вот из всех басовых голов в том же самом Amplitube, в THU, я не нашел интересных басовых голов. Честно могу сказать, что все звучит срато. Единственное, что вот, ну, более-менее мне нравится, где звучит бас, это, короче, DCP, вот эти вот, да, которые, забыл, как называются они. В общем, у них там есть специальные плагины, специальная библиотека, я не знаю, как редакция, выпуск для бас-гитары. Звучит и правда здорово. И, соответственно, вот подобного, как SHB-1, я не находил. Короче, ладно, в общем, если интересно, соответственно, пишите, сделаем на него обзор, как его использовать и как его правильно настроить, чтобы был классный звук бас-гитары. А пока просто покажу, что с ним можно сделать. В общем, он достаточно сильно вмешается в тембр нашего звука. На задней панели, в общем-то, ничего полезного, кроме оверсэмплинга, вы не найдете. Ну и, соответственно, уровня входящего сигнала. Так вот, слушаем наш бас до и после. Ручки Deep, Bright и Shape достаточно сильно влияют на звук, ну, точнее, Deep и Bright. Bright сделает звук крайне ядовитым. Deep, соответственно, добавит тело. Ну, тело как бы и баса. В нашем случае бас начинает достаточно так сильно подгуживать. Послушаем до него и после него. И, соответственно, скорректируем исходящую громкость. Окей, и послушаем, соответственно, этот плагин в миксе. Мне нравится то, как именно он искажает звук. Он не портит тембр, то есть он не вмешивается, опять же, сильно в тембр. Ну, как бы он, конечно же, в него вмешивается. Он сделает звук более ярким. Он делает его более, конечно, агрессивным, более кричащим. Но при этом, при всем, то настроение, которое изначально было у синтезатора, оно осталось. То есть получается, что звук после обработки стал более ярким и более выразительным. Надо нам это или не надо, конечно же, решать уже на... Да, решать, собственно, нам, да? Как людям, которые создают именно этот продакшн. Вот. Но так или иначе, то есть если вы... Вот у вас есть какой-то звук басовый какой-то, есть какой-то лид-звук, и вы хотите... Вы точнее, вы не хотите лезть в эквализацию и что-то там править, где-то искать какие-то частоты. В большинстве случаев для того, чтобы сделать звук ярче, агрессивнее и плотнее, вам поможет SHB-1. В общем, короче, пробуйте. Также плагин бесплатный, собственно, доступен на сайте, никаких регистраций для скачивания не надо. И давайте, наверное, в самом конце послушаем бас наш без вот этой головы, да? Соответственно, и с ней. Ну и, наверное, этого хватит. Да, здесь 6 децибел громкости прибавляется нашему басу, ну давайте как-то чуть-чуть скорректируем. Итак, до и после. В общем, я крайне рекомендую вам пробовать гитарные плагины на синтезаторах. Это и правда здорово. То есть не когда вы крутите какие-то звуки или даже просто, когда вы ищете какой-либо звук для своих композиций, неважно, что бы вы ни писали, пробуйте использовать гитарные примочки. Если тема интересна, рассмотрим еще пару фишек с этим делом. Следующее видео у нас выйдет про реверберацию, да? И всякие интересные фишки с реверберацией, как ее можно применять и создавать классные акустические приемы. Соответственно, если все понравилось, вот это вот жми, ставь и подписывайся и все дела. Все, всем спасибо и пока!